Приветствую всех, друзья! Мы продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Хамзат Чимаев вызвал на бой Хорхе Масвидале. Хабиб рассказал, как справляется с депрессией после смерти отца. А также ветеран UFC Бас Рутан посоветовал Гэджи план для победы над Хабибом. Всем приятного просмотра и мы начинаем. Не прошло и два месяца, как Хамзат Чимаев залез в голову всем зрителям UFC. Сейчас боец столкнулся с определенными трудностями. Абсолютно каждый боец отказывается с ним проводить бой, так как, видимо, не хотят стать следующей жертвой. Как ранее было известно, UFC хотел организовать встречу между Чимаевым и Дэмиан Майей. И вроде бы даже обе стороны дали согласие на бой. Однако после крайней победы Хамзата, Дэмиан Майер решил не рисковать своим последним боем в карьере и отказался от этой затеи. Тем не менее, босс UFC Дану Уайт пообещал Хамзату главный бой вечера на одном из следующих турниров. Но проблема с соперниками так и осталась нерешенной. Сейчас много ходит слухов о том, кто им может стать. Но сам боец настроен на другую звезду полусреднего дивизиона – Хорхе Масвидале. Ну, примерно, вот, с кем бы ты хотел подраться, вот сейчас, можно сказать. Ты говорил, что Усман Ковингсон, Бёрнс, Масвидаль, Вандербой. Вот одного, если выделить, с кем бы ты хотел подраться? Да, с Хорхе я хотел подраться. Потому что имя у него большое, могу его побить, сразу в титул получить. Амзат, еще раз, с кем? С Хорхе хотел подраться, если да, у него большое имя, если его побить, можно сразу за титул побить. Ты понимаешь, он же не только недавно в титул забрал, не за титул убрался, и еще какой-то этот, как его, короче. БМФ? Да, БМФ, короче. Это тупой пояс у него. Друзья, как вам такой бой? Считаете ли вы, что UFC даст такого соперника Хамзату Чимаеву? Ну а мы двигаемся дальше, и еще один бой, который ждут так же яростно, а может даже и сильнее. Это поединок Хабиба и Джастина Гейджа, который состоится в конце следующего месяца. Многие бойцы хотят хоть как-то стать частью этого события, поэтому многие из них дают свои прогнозы на этот поединок. Так, например, ветеран UFC бас Рутон и Воси верят шансы на победу Джастина Гейджа над Хабибом, и поделился своей версией плана на бой против нашего бойца. В интервью Рутон назвал раунд, где Гейджа может начать выбрасывать свои фирменные лоу-хики. Он способен стать тем, кто побьет Хабиба. Он отличный борец и может остановить его тейкдауны. Лучшее, что случалось с карьерой Гейджа, это нокаут. Я ему еще раньше говорил, зачем ты так дерешься. Он мне отвечал, что любит яркое сражение, что он хочет развлечь публику. Я его предупреждал, что такой стиль повредит его здоровье, ведь он же хочет сохранить способность и говорить с собственными детьми, когда они появятся. А после нокаута он внезапно стал драться именно так, как его тренер Тревор Уиттман хотел. Посмотрите бой с Фергюсоном. Мне было страшно за Тони, особенно когда он начал трясти головой, ведь была явная травма мозга. Он пропускал такие тяжелые удары, и ведь никто не был способен его нокаутировать, пока он не встретился с Гейджи. К тому же я знал, что Гейджи из Денвера, он тренируется на высоте одной мили над уровнем моря. У него будет отличная выносливость, но ведь Тони всегда дают, а Гейджи и с этим справился. Теперь Хабибу предстоит бой с соперником, у которого бездонная выносливость, у которого сердце льва. Если он даже устанет, он вытворяет безумные вещи. У него есть опасные лоу-кики и защита от перевода в партер. Никто не знает его способности полностью, потому что он начал думать совсем недавно, благодаря чему и начал сиять. Может он сам атакует тейкдауном? Он валит на тренировках сильнейших борцов. Лоу-кики я не стал бы использовать с самого начала, потому что это риск пропустить тейкдаун. Но если станет ясно, что он может остановить тейкдаун, то тогда у Хабиба будут проблемы. Когда Хабиб начнет уставать, вот тогда и нужно запускать лоу-кики. Третий или четвертый раунд? Пишите в комментарии, считаете ли вы, что Джастин Гейджи сможет воспользоваться этим планом и доставить серьезные проблемы чемпиону. Ну а тем временем Хабиб вовсю продолжает готовиться и в одном из крайних интервью боец рассказал о том, как справляется с потереться. Я постоянно тренировался, потому что это в какой-то степени не снимает депрессию. Я постоянно тренируюсь, мне нравится. И когда у меня не бывает тренировок, у меня, как говорится, депрессняк хапает. Я всю жизнь тренируюсь, и чтобы у меня хорошая энергетика была, чтобы у меня было настроение, я всегда должен тренироваться. Отец у меня такой же был, он всегда тренировался. Его друзья даже, они всегда говорят, куда бы мы ни приехали, у него всегда с собой была сумка, он в первую очередь делал себе место поспать. Вторую очередь он всегда искал зал, где можно потренироваться. Я думаю, что у меня это от него, для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлюсь в своем развитии, это может плохо закончиться, в первую очередь только для меня. Друзья, на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Конечно же, можете поддержать его лайком и подписаться на мой канал, мне будет приятно. Всем пока и удачи!